Ну а мы продолжаем нашу программу. 2 марта на календаре. И этот день значится как день чтения. Вот удивительно, что день чтения выделен прямо в какой-то отдельный день. По идее, мы должны этот праздник отмечать каждый день. Совершенно верно, я с тобой согласна. Но, собственно, поговорим мы о книгах прямо сейчас с основателем ростовского книжного клуба «Ривербук» Катериной Кондратенко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Катерина, ну действительно, клубы, литературные книжные клубы сейчас очень популярны. Расскажите коротко, чем конкретно занимается книжный клуб? Книжный клуб – это сообщество людей, которые хотят вместе читать и обсуждать книгу и также расширять свои читательские рамки. Катерина, ну вот вопрос просто напрашивается. Много ли ростовчане читают? И что предпочитают вообще в целом? Вы знаете, мне кажется, ростовчане много читают, потому что во всех городах России сейчас есть полки буккроссинга. У нас такая полка установлена на набережной. Я к ней периодически подхожу и вижу, что у нас полка достаточно заполнена. И это очень хорошо. И там разные жанры. Люди приносят и берут. И значит, ростовчане увлечены. Библиотеки у нас полны. Катерина, вот давайте сейчас для тех, кто, возможно, впервые услышал такое понятие как буккроссинг, давайте коротко, что это за направление, чтобы зрители понимали, о чем идет речь. Буккроссинг — это замечательная придумка. Вы можете прочесть книгу, она вам очень нравится, но вы хотите поделиться ею с кем-то, вы можете прийти и поставить в специально обозначенном месте в городе. Вот я говорю, у нас есть такие полочки на Левобережной, есть еще в публичной библиотеке. Можно прийти, поставить эту книгу и не только свою книгу принести, но и взять новую. И продолжать читать. И это будет совершенно бесплатно. А можно еще в этой книге написать какое-нибудь интересное послание другому человеку, и получится даже такая история переписки. Катерина, вот о вашем книжном клубе. Есть ли такие литературные направления, которые, скажем, пользуются наибольшим спросом или интересом среди читателей? Да, у нас есть. Мы предводили такую статистику. В прошлом году клубу исполнилось 10 лет, 3 декабря, поэтому за это время решили подвести какую-то статистику и посмотреть, что мы читали, из каких стран у нас больше авторов. И мы поняли, что мы читаем много русской прозы. Не только классической, но и современной русской прозы, которая очень разнообразна, но которую можно вот так вот объединить. И также фантастика, фикшн достаточно много. Катерина, ну если так, навскидку, если есть такие данные. Вы сказали, что ростовчан пользуется спросом русская проза современная. Авторов хотя бы один, два, может быть три. Конечно, могу назвать авторов. Это, если это наши авторы, это Дмитрий Быков, это Улицкая, это Яхина Гузель. Тем более, недавно вышел сериал, и после этого был большой интерес. И другие авторы, и Дина Рубина, и Пелевин, разумеется, которого многие читают. Катерина, а как вообще возникла идея создать такой книжный клуб? Какие были к этому предпосылки? Вообще, почему? Я скажу так, это все было просто. Это один из самых часто задаваемых вопросов в клубе. Все произошло так. Осенью 2010 года я поискала в Ростове книжный клуб, не нашла. А если чего-то нет, но очень нужно, то сделай это сама. Я в соцсетях написала приглашение организовать книжный клуб. Мы встретились и сразу же придумали формат книжного клуба, который вот как он существует по сей день. Для того, чтобы вместе читать и читать что-то новое, самое главное. Новое. Меня, кстати, вот знаете, что интересует? А как проходят заседания клуба? То есть это же не просто объединение людей, да? Вы же как-то собираетесь. Вот как это проходит? Что вы делаете? Проходит все достаточно просто. Мы все время настаиваем на том, что у нас не заседание, а встречи, потому что слово «заседание» немножко пугает у нас новых участников. И все спрашивают, мне нужно будет читать какую-то речь. Мы говорим, нет, мы не будем этого от вас требовать. Вы приходите и в свободном формате, в свободной дискуссии говорите о книге. Нравится, не нравится? Если да, то что? Если нет, то что? А если вам совсем не хочется сегодня говорить, можете помолчать и послушать другие. И что-то о книге узнает новое. Катерина, вот такой философский, может быть, вопрос. Сейчас довольно часто люди читают уже, ну, скажем так, не печатные издания, да, не печатные книги, а электронные. Ну, в общественном транспорте достаточно просто в автобус, троллейбус, трамвай зайти, и видишь человека, который сидит с электронной книжкой в руках. Вроде бы, с одной стороны, неплохо он читает. Как вы считаете, вообще, что лучше, печатная книга или электронная, вот с вашей точки зрения? С моей точки зрения, все книги хороши. Просто есть такие издания, которые приятно держать в руках, и если у вас есть любимая книга такого плана, то вы можете прочесть ее сначала электронно, а потом купить просто для себя, для своей библиотеки. Катерина, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в гости этим утром и поделились своим детищем со всеми нашими зрителями. Возможно, кто-то захочет стать членом вашего клуба. Просто читать начнет, это уже, мне кажется, будет достижение. Да, а я напоминаю, что с нами на прямой связи была Катерина Кондратенко, основатель ростовского книжного клуба «Ривербук». Спасибо. Спасибо.